Без явного лидера два периода. Игра шла на равных. Первый отрезок матча принес по две шайбы в каждые ворота. Счет открыли саровчане. Команда Кстова не осталась в долгу, отправив две шайбы в наши ворота. На перерыв команда ушли со счетом 2-2. Еще четыре шайбы порадовали зрителей во втором периоде. Также по две в каждую сторону. Команда атакующая, много бросков постоянно. Приходится постоянно быть в игре. Счет 4-4 продержался на табло в третьем периоде лишь 7 секунд. В самом начале игрового отрезка спортсмены Кстова забили саровчанам гол. Шайба стала решающей. После нее наши хоккеисты упустили инициативу. Спустя несколько минут еще одна шайба увеличила разрыв в счете 4-6. Когда постоянно приезжаем саров, игра действительно у нас такая интересная, захватывающая. Много болельщиков приходит посмотреть. Сегодня что по игре. Игра получилась такая тяжелая. Играли, можно сказать, тогда первые ошибки. Счет был одинаковый. 4-4 когда было. Где-то собрались, забили. Ну и удача в нашу сторону повернулась. Пытаясь спасти ситуацию, саровские спортсмены за пять минут до конца матча решили снять вратаря. Но даже в шестером не смогли сломить оборону соперника. При этом пропустили в свои ворота еще две шайбы. Не знаю, что случилось. Где-то нас не хватило, где-то недоработки какие-то. Несмотря на досадное поражение со счетом 4-8, хоккейный клуб Саров остается лидером чемпионата, уступая в турнирной таблице лишь Оке, которая играет в незачета. До плей-оффа наших спортсменов осталось две игры. Ближайшая домашняя состоится 10 февраля. Саров скрестит клюшки с Окой. Надо выигрывать. В плей-офф надо заходить только с боевым настроем. Домашний матч Сарова с хоккейным клубом АКА традиционно покажет в прямом эфире канал Саров-24.